Вот уже 17 лет отделяют нас от трагических событий в городе Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года. Тогда в здании школы номер 1 террористы удерживали более 1100 человек, преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы. В результате теракта погибло 333 человека, из которых 186 – дети в возрасте от года до 17 лет. Это невозможно забыть. Памятная дата стала символом солидарности государства и общества в борьбе с терроризмом. Ее отмечают ежегодно по всей России. 3 сентября мы вспоминаем жертв террористических актов, случившихся в нашей стране, и отдаем дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении терактов и спасении заложников. На мероприятие «Мы против террора» в прикубанском сельском поселении, в сельский дом культуры, были приглашены школьники. Ребята посмотрели фильм о бесланской трагедии, затем они читали тематические стихи. Терроризм – это страшное слово. Это боль, отчаяние, страх. Терроризм – это гибель живого. Это крики на детских губах. В конце мероприятия учащиеся почтили память жертв терроризма минутой молчания. Теракт в Веслане был в 2004 году. И те ужасы, которые происходили с 1 по 3 сентября, произошли 17 лет назад. И эти ребята, которые сегодня присутствуют на мероприятии, они даже не родились еще в тот период. И нам очень бы хотелось донести до них то, что это страшно. Нам бы очень хотелось, чтобы это не повторилось никогда, ни с ними, ни с их близкими. Поэтому мы пропагандируем, конечно же, здоровый образ жизни и против террора и экстремизма. Кубань – большой и многонациональный регион, где многое делается для безопасности. И это все трудно переоценить. Для участников этого мероприятия День солидарности в борьбе с терроризмом наполнено особым смыслом, как напоминание и предостережение всем, что мир и дружбу между народами на нашей земле можно и нужно беречь. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков. Программа «События». Продолжение следует...